22 женщины были убиты, почти 200 пострадали в прошлом году в результате бытового насилия. Латвия в числе тех стран Европы, где эти показатели наиболее высокие. В обществе по-прежнему принято считать, что скандалы у соседей дело семейное и вмешиваться в них не стоит. Эти кадры сняты в центре Риги. Мужчина проявляет насилие по отношению к женщине. Эксперимент показал, за час мимо прошли 50 человек. И лишь 8 попытались вмешаться. Еще 5 остановились, но помочь женщине не решились. Остальные равнодушно прошли мимо. Если мы видим, что у машины выбивается стекло, мы же как-то реагируем. Но если человек насилен к своей супруге, тогда мы тоже должны реагировать. Латвия занимает одно из первых мест в Европе по объему насилия в семье. Опрос показал, каждая третья женщина сталкивалась с проявлениями насилия со стороны своего партнера. Женщины, которые допускают в себе насилие, это девочки, которые в детстве или им не хватало любви, или какого-то уважения со стороны отцов и также матери. Большинство из них так и останутся скрыты и никогда не попадут в поле зрения никаких институций. Потому что потерпевшие очень часто об этом молчат, стыдно, не знают, с кем поговорить, не знают, куда обращаться. Наивная вера, что насильника можно перевоспитать. Стыд, неуверенность в себе, страх мешают женщинам искать помощи в случае насилия. Но специалисты уверены, если людям придется знание, что мириться с насилием нельзя, ситуацию можно изменить к лучшему. Нет, это не нормально. И нет, это не только дело конкретных двух человек. Госполиция ежедневно получает около 20 вызовов на конфликты в семье. А Рижская муниципальная полиция в этом году выезжала на такие сигналы две с половиной тысячи раз. Если при этом конфликты взрослых, присутствуют дети, присутствовали, тогда рассматривается вопрос о возбуждении дела о эмоциональном насилии над ребенком. И таких случаев у нас более 40, почти 50 дел было возбуждено в этом году. Так что, если родители решили что-то конфликтировать, и надо учитывать и то, что даже если они не имеют потом претензий друг к другу, уже полиция может иметь претензии против них. Кстати, после недавних трагических случаев до Белой и Лепой, где из-за равнодушия взрослых погибли дети, полицию о семейных конфликтах стали сообщать и соседи. Девиз компании, который начинает Минблаг — «Удары у соседей касаются и тебя».